Здравствуйте, уважаемые шестиклассники! Мы продолжаем изучать историю России в шестом классе, видеозанятие 39-е, «Монголы и Русь. Битва на Калке». В 1222 году Чингисхан посылает своих военачальников Субидея и Джебе с отрядом примерно в 40 тысяч воинов в поход-разведку. Этот поход был направлен на запад и на юго-запад. Таким образом, этот отряд захватывает северный Иран, а затем проникает в Закавказье. Обойдя неприступную крепость Дербент, это войско вышло на северный Кавказ. Им противостояли в Дикой Степи половцы, ясы и косоги. Они объединились для того, чтобы отразить натиск монголов. Но Субидей в переговорах с половцами добился заключить с ним мир и чтобы они отошли, ушли с этого союза с ясами и косогами. Ясы и косоги, когда остались без помощи половцев, они были быстро субидеем и дзебе разбиты. Но и монголы по отношению к половцам договор свой нарушили. Они резко обрушились на половцев и по сути дела угроза того, что половцы будут разбиты, стало настолько явной, что хан Катян Половецкий обратился к русским князям, прежде всего к галецкому князю Стиславу Удалому. В его обращении были такие слова. Сегодня татары захватили наши земли, а завтра они захватят ваши. Есть смысл объединиться для совместного отражения наступления монголов. Мстислав Удалой быстро договорился с Мстиславом Киевским, а также Мстиславом Черниговским и с младшими своими князьями. И быстро собрал примерно чуть более 40 тысяч, по другим сведениям, 80 и даже 100 тысяч воинов объединенных русских земель. И они вместе с половцами встретили монголов на реке Калке в 1223 году. К слову сказать, река Калка существует и сейчас, это территория современной Донецкой Народной Республики, в районе между городом Торез и селом Янова, или Яновка. Это Амросевский район Донецкой Республики. И эта Калка и ныне, как кальчик, впадает в реку Кальмиус. Мне доводилось там головлей ловить на этом притоке реки Кальмиус, на Калке. Вот на этой Калке и состоялась битва. Безусловно, в те времена, в начале 13-го столетия, приток кальмиус река Калка, или притока Калка, была более полноводной и более широкой. Сейчас это просто ручей шириной примерно десяток метров, а то и меньше. В разных местах по-разному. То есть, плесами она расположена. Среди русских князей, однако, единства не наблюдалось. Мстислав Киевский стал лагерем на холме на правом берегу Калки. Мстислав Удалой переправился на левый берег. С ним пошли волынский князь Даниил Романович и всадники половецкого хана Катяна. Дружина Даниила вместе с половцами потеснила монголов. Но удар главных сил монголов опрокинул русско-половецкий отряд. Отступая, он смял ряды полков галецкого князя. Под удар попали и переправившиеся на левый берег полки Мстислава Черниговского. Была сейчас зла, напишет древнерусский летописец. И русские князья были побеждены. Три следующих дня монголы осаждали остров Мстислава Киевского. И князья русские согласились сложить оружие, поверив, что их отпустят за большой выкуп. Однако монголы опять не сдержали своего обещания. Они ворвались в русский лагерь и перебили многих рядовых воинов. А князей они связали, бросили на землю. На князей положили доски острога. И на этом дощаном полу, который был вымощен на телах русских князей, они стали пировать победу. В битве на Калке погибло 12 русских князей. Погибли почти все воеводы. А из рядовых воинов в живых осталось чуть больше 4 тысяч. То есть один из 10 выжил. Отряды монголов дошли до Новгорода Северского. Потом направились к Волжской Булгарии. Однако с войсками Волжской Булгарии этому отряду монголов справиться не удалось. Более того, они от войск Волжской Булгарии потерпели позорное поражение. И были вынуждены повернуть обратно и вернуться в пределы Монгольской империи. То есть назад к владениям Чингисхана. Задание надо ответить на три вопросы. Первый вопрос. Почему русско-половецкие войска проиграли битву на Калке? Второй. Назвать основные причины поражения русско-половецких войск. Третье. Какие последствия имело сражение на Калке прежде всего для русских и для половецких княжеств? На следующем занятии, занятие будет довольно-таки обширное, мы рассмотрим в сороковом видеоуроке тему завоевательный план Чингисидов, Рязань и разорение Владимира Суздальской земли. И здесь же Козельск. Спасибо за внимание. До свидания. Жду вас на своих видеозанятиях на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok